Канализация в жанре хоррор Спустя два дня мы вернулись на предприятие На этот раз с сотрудником управления ветеринарии по Павловскому району Который, кстати, сомневается, что на скотобойне что-то не так Если подтвердиться это сейчас, я подключу все натюрные органы, чтобы владельцы наказали Возможно, сегодня нам удастся встретиться с директором предприятия Вспоминая кровавые потоки, очень надеемся, что сейчас к нам выйдет не игра в Дракула Денис Кузьменко здесь главный человек Директор предприятия говорит, что, видимо, трубу по весне сломало дерево Напрашивается вопрос, неужели за несколько месяцев никто не заметил, что на бойне произошел порыв То есть вы из нашего материала узнали, что у вас порыв произошел? Ну, не то, что из вашего материала соседи начали говорить о том, что где-то у вас что-то сломалось Мы подошли, обратились, увидели И, о чудо, новая канализационная труба Оказывается, ее можно было установить всего лишь за один день Вот мы вчера работали, вот вы даже специально не убирали это дерево сломанное, которое сломало нашу канализационную точную трубу Проложили новую, вопросов больше не возникает Но все хорошее быстро кончается, как и эта труба, длина которой 60 метров Нам объяснили, что дальше кровавая жирная жижа свободно течет до полей фильтрации, которая находится в километре от скотобойни Но дотекает ли? Она идет по земле, может идти, то есть в поля фильтрации На поля фильтрации они поступают и самотеком в карты, то есть попадают С карты она идет путем испарения, больше никуда Организация Прутские коммунальные сети действительно предоставляет скотобойни поля фильтрации Однако в договоре между предприятиями и коммунальщиками прописано, что сброс отходов должен происходить путем самовывоза Например, с помощью осенизаторской машины Можно ли пустить все на самотек? Вопрос, который мы адресовали в Роспотребнадзор, Россельхознадзор и природоохранную прокуратуру После ответа станет ясно, несет ли в себе кровь и жир со скотобойни биологическую опасность Загрязняют ли земли и ближайшие водоемы? Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День с толком